Музыка 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 Да уберите этого неруша картавого Да он вообще не умеет разговаривать с людьми Понимаете такой красивый настоящий троллинг Да он вообще редкость Понимаете вот эти пшики там Когда там молодые пацаны Там по 16-18 лет Которые смотрят эти интервью в Киеве Пишут гадости про вас Хочется найти и отъебошить Но людям нужна краска Людям нужна эмоция Вот этот драйв Добрый вечер дамы и господа Давайте говна на вентилятор немного бросить Слава так ты с шефом разговариваешь Я говорю слушай это для тебя он шеф Я завтра его буду из кустов пьяного в жопу вытаскивать Понимаешь мне какая разница он шеф Бультиблок Слава девуша Да не вижу меня блогер А что там и вот такой десяточек Остальные мы делаем Какой контейнер Копипастим блять да ювижимим Это для тех кто просит убрать Неруша из эфира Готовьтесь Здравствуйте сегодня уникальный Уникальная программа По чесноку со Славой Неруш Я одел рубашку Да только нервишь сегодня в гостях У сказки У Алишера Еликбаева Сказку зовут Алишера Еликбаева Мы пишем вторую программу по чесноку В торгово- развлекательном центре Мега Первая была со мной теперь уже со Славой Да со мной Вот Слава уникальная сегодня программа в том плане Что говорить будешь ты Главный герой программы это ты Но могу ли я оставить за собой право Перебивать себя когда ты будешь Растекаться мыслью по древу Еликбаев я вам так скажу Алишера Во первых я считаю где-то вас там Человеком который помог мне выйти в большой в интернет Вот а второе Вот тот уникальный случай когда я хочу вас перебить Мы сегодня говорим о вас то есть не обо мне Окей Поэтому сразу первый вопрос да я вам задам Давайте Слава Откуда этот быдлообраз да То есть вот вы выглядите как типичное российское быдло Вы алматинец вообще? Да То есть вы родились здесь Да Где родились? Какую школу закончили? В Алмате родился но несколько школ я заканчивал Я в первой школе учился в Микрах Потом уезжал в Карчетах Потом в 94 я заканчивал школу Что такое быдлообраз Ну вот если я бы вас не знал лично так близко Да То я бы реально такой большой дядька С золотой цепью на шее Лысый Наглый Да То есть чувак который вот Который вот мы видим там ролик из Турции да Когда русский отдыхает Вот вы такой типичный чувак с пузом Ну да Вот Откуда вот этот образ? То есть он каким то образом золотые котлы вот я погляжу Ну не что сильно золотые Расскажите нам о себе Как формировался Слава Неруш? Ну хороший вопрос Ну я не знаю как он формировался Миром В жизни формировался То есть Жилось вот Жилось Ну я знаете Я Я Вот на авторе Я помню Вот Обзывались там Бурлова жилоком Да и это все Понимаете Я не буду Как Ну вот вы пообщавшись со мной Вы до сих пор так считаете? Нет Но давайте не будем о моих восприятиях Я говорю о том как вас воспринимает аудитория UV Заткните неруша Да Уберите этого неруша кортавого Да Он вообще не умеет разговаривать с людьми Понимаете То есть я то знаю Слава что вы гораздо глубже Но вопрос такой Что Есть некий образ который вы скорее всего невольно культивируете Да Вот И именно поэтому я хочу чтобы аудитория Uvision Она Увидела другого Славу неруша Ну пускай увидит если увидит Но Алишер я знаете я Вот Касательно аудитории Uvision Да вот Программ по чесноку Я не знаю зачем я это делаю Да то есть понятно что не за деньги Может быть одна из причин Мне кажется что Программы по чесноку они чуть-чуть где-то помогут людям Почему Потому что Вот я не знаю У всех же по-разному формируется их Да вот Становление личности Ихне Вот это Ощущение мира У меня было Ну достаточно сложно Все То есть у меня допустим не было там Каких-то старших наставников Которые мне бы это все объяснили И Я формировался Ну в таких скажем нифига не тепличных условиях Да И отсюда Где-то вот такой образ там серьезного дядьки Который может дать бубен Но я могу ведь и в бубен дать То есть это Это тоже понимаете ипостась То есть я могу там ударить человека без проблем Вот То есть если Ну Он скажем Того заслуживает Да то есть Ну Рука наверное не дрога То есть Ну с другой стороны я творческий человек Понимаете И Творчества в моей жизни очень тоже много Вот Последних 3 года Я отказался от алкоголя Да Совсем И Я с удивлением обнаружил Что вокруг там Around us Да то есть вообще другая жизнь Вот в которой есть ликбаев То есть Вы сильно пили? Регулярно В силу своей работы То есть в запой уходили или нет? Ну что вы я лишаю То есть я пил профессионально То есть я Никто никогда бы и не понял да Что там я выпью что то есть Ну просто это был эксперимент То есть у меня не было там Особых проблем с алкоголем Да то есть Ну как у всех Да ну Наркотики принимали? Ну что за наркотики? Ну там марихуану курили? Ну мне не нравится марихуана Не нравится То есть она мне Ну вообще Сами курили вообще? Ну конечно И сейчас курите или нет? Нет я не курю А почему вы поменяли этот образ жизни? Ну это подошел какой то возраст Да Подошел знаете Какое то осмысление Да то есть ну вот Ну захотелось Просто захотелось и все В один момент То есть вы поняли что что то происходит Абсолютно Абсолютно в один момент Что что то мимо идет вас? Ну Не знаю там это все сложно долго да Но это действительно вот так вот В один момент я взял и полностью Упали продажи очень сильно в начале Продажи чего? Ну вообще всего было То есть в смысле мои доходы очень сильно изменились То есть поменялся круг друзей Да знакомых Потому что ну и поменялась сфера где то работа Потому что я очень много допустим по клубам работал Да по ресторанам Ну ты не знаю Знаете не знаете Я допустим метро делал да Вот развлекательный центр С начала основания там был арт-директором коммерческим То есть де факто я присутствовал при этом Ну Слава Неруш не появился же как арт-директор Он чем-то же занимался до этого То есть откуда вообще в этой страсти Занимался Занимался Ну давайте Давайте в двух словах биографию накидать Давайте После школы папа за плохое поведение отдал меня в академию внутренних дел Вот Которую я успешно закончил в 1995 году с отличием в городе Киеве Вот я закончил развесной факультет То есть но у меня отец легенда уголовного розыска вообще Алматы и Казахстана И у него была такая мечта Он мне всегда говорил Ты пока офицером не станешь То с тобой никаких там серьезных разговоров не будет И вот такая вот детская у меня травма психологическая с детства То есть ну и пришлось стать офицером Да то есть но Как бы Получив там юридическое образование там Рассмотрев все это Ну это чуть-чуть не мое это Догонять там да Ну немножко сильно там разозлюсь бывает Я там все вспоминаю но это редко совсем То есть потом я уволился в один день да То есть я уже практически поступил в адюнктуру На факультет психологии там спецкафедра Но я всегда там пузатые дядьки за пузырь там все разводится Вот Потом я пошел сразу торговать на улицу Вот добрый день я из канадской крупной компании Вот у нас сегодня там новый товарчик И бегал Что вы торговали? Так херней всякой китайской по Киеву бегал там Лучше всего у меня торговались косметички женские А так вот и открываешь а там фонарик И Какие годы? Шестой В 96 Вот В то время родители там временно уезжали как бы в Симферополь И вот в 96 концу мы вернулись как бы обратно в Алмату С Украины И в Алмате с чего я начал Начал охранником работать Где? Ну буквы Так херну знать завод охранял Да то есть Вот А там кстати познакомился со своей женой Уже 15 лет Вот Надо же в будке охранника Я там один месяц работал Блин Я говорю Слушай надо было да Вот я вот Потом Сейчас скажу что было потом Потом я начал писать сценарий То есть Прям в будке у охранника Нет Ну просто я уволился и начал писать сценарий И Братья Богачёвы порекомендовали мне обратиться в Family Park Вот И так получилось Что я вот попал впервые в ту команду Которую делал Family Park, Metro там Ну и кучу кучу там всего То есть У меня там первая зарплата была 150 долларов Да Там я бегал там по Family Park Там что-то придумывали там Денег иначе не было там Ну в общем Потихоньку начал я вот заходить Таким образом в рекламу Потом Совершенно случайно Я еще поработал в Киике Было такое рекламное агентство Когда Комплект визиток Стоил 200 долларов Вот Кейсел стоил там Алтел бакс входящий Там бакс исходящий Вот Ну я сейчас могу там нарушать где-то хронологию Да То есть Что еще делал Кронизы в турецком магазине я крутил Вот знаете по 10 баксов за крониз Вот Трехорядные и двухорядные И походу я еще преподавал в техникуме Основы государства и права Это было просто интересно или денег на жизнь не хватало? Нет Нет Кронизы я крутил для того чтобы деньги были А техникум для того потому что интересно Вот Потом Я продал все что там все бросил Уехал в Питер учиться на режиссера Очень смешно было Это какой год? Девяносто седьмой наверное какой-то Ну вот В этих что-то там этих Ну два месяца потусовался короче Я там поступил там на всякие там Курсы подготовительные там Санкт-Петербургского кино и телевидения Но Я уже где-то был такой взрослый как бы дядька Да И вот ну там два месяца мы на полном серьезе обсуждали Вот это Моцарт и Сальери Это кошмар понимаете Но я не могу два месяца вот У себя дети да Там вот совсем После школы Я уже да там ну Не сильно побывавшим Но все-таки да То есть опять это коммуналка ужасная Да То есть Как бы опять эти пьяные там уроды все Да То есть очень тяжело Я в жизни видел очень много уродства И может быть вот то что вы говорите Какая-то краска на мне неизбежно отложилась Потому что ну Сальда Она накладывает отпечаток понимаете Я Мало Был В интеллигентных да Каких-то вот таких Слоях Ну я всю жизнь очень много считал Очень много считал Дрались много? Ну регулярно да Там в Питере На Украине Здесь в Алма-Ате Да Ломали что-нибудь Кому-нибудь себе ломали Кроме судьбы Ломали Ломали У меня очень хорошо удар поставлен Ага Это профессионально? Вы боксом занимались или что? Ну да Рукопашным Рукопашным спортом Ну плюс я еще вешу 120 кг Ну вот смотрите То есть Когда там Молодые пацаны Там по 16-18 лет Которые смотрят эти интервью в Киви Пишут гадости про вас Хочется найти и отъебошить? Нет Абсолютно Нет? Нет Да Уже это же давно все было Алишер То есть Вот меня какой-то там журналист Недавно на КТК спросил Слава там Хочется мне какого-то блогера отпиздить? Ну что это за детский сад? Понимаете? Ну там этот ребеночек где-то там Сидит пишет там с перепуху там взял это Набрался храбрости Обосрал неруша Да? Как бы если кто-то начнет это делать на постоянной основе Ну и то Понимаете? Сейчас же Алишер Сейчас кому-то бить по лицу Да? Ну последний раз когда я бил кому-то по лицу Это стоило 10 тысяч долларов Вот Очень дорого Понимаете? И ну в общем-то мои доходы позволяют на сегодняшний день Но я не вижу целесообразным такое коммерческое использование своих денег Понимаете? Сейчас же все чуть что милицию бегут Прошли эти добрые старые времена Когда ты в бубен, тебе в пятак Все там Все довольны Понимаете? А сейчас все сразу оп Там справок насобирают Как будто у меня нож в спине Ну нету же у тебя ножа в спине Ну что ты блин насобирал Ну скажи первое время на троллинг ты же плохо реагировал? Ну если вы помните я на авторе 3 месяца я молчал блин Меня там трахали блин во все щели блин Но Ну что-то плохо И сейчас не очень хорошо понимаете? Потому что троллинг можно написать там что ты бездарен Да? Вот на авторе очень тяжелый был троллинг Потому что там очень грамотные ребята Да? И они пиздили ну вот реально туда по тем почкам по которым нужно Да? Как бы Понимаете? Такой красивый настоящий троллинг Да? Он вообще редкость Понимаете? Вот эти пшики там Ну это Какой в жопу это троллинг Да? Их там не знаю щелчками там Ну дизиплю Мерзость Да? Когда взрослые какие то Ну вот Допустим вот вы способны Да? Отпиздить жестко Да? То есть Ну если Ну бросьте Ну ладно Вернемся к вам Я не имею в виду рукоприкладство Да? То есть вы словом можете Реально вы знаете Чувствуете И можете Допустим Огрести от Еликбаева Да Ну что в смысле Чтобы потом Пойти на пиздеки Либо Вот это Весьма странное решение Желающие есть постоянно Вас? Да, конечно Ну в общем то Наверное зря Нет, ну Алишер Понимаете Вы же публичный телеванер Ну да Ну все равно Вернемся к вам Хорошо С интернетом Потихонечку Мы к нему будем возвращаться еще Как вы пришли В ивент агентство вообще Как вы решили создавать Именно Производить ивенты Такой сложный продукт достаточно Сложный продукт Геморройный продукт Опасный продукт То есть Ивенты Очень опасный бизнес Допустим Вот мы недавно По ВИПу работали И Посреди мероприятия Да Вот с такими там агашками У меня просто Я падаю С 42 градуса С гнойной ангиной А у нас По минуту Расписано мероприятие На двое суток То есть там Очень важное Да То есть очень дорогое И вот что Но когда у тебя Правильная команда Почему вот я решил Заняться ивентами Потому что Мне в жизни Немножко не хватает Драйва То есть Занимаясь ивентами Я его получаю с головой С лихвой То есть мы в среднем Делаем немного Мы 3-4 мероприятия в месяц Делаем Но Мы работаем По жаскочу То есть допустим Вот почему Пятеро суток подряд Двое суток Я стоял с логикомом На или Была Большая там конференция Ихних дилеров То есть Понимаете Вот ведущий Выходит на сцену Он 3 часа Добрый день Друзья Бла 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 Сука пьяный конкурс Потерлись Обмотались бумагой Убежал А тут понимаете Мы работаем Мы делаем сложные задачи Мы работаем Двое суток Вконтакте Взрослые дядьки В смысле Конкурсы с туалетной бумагой Закончатся Первые 30 минут Там вот уже Там вот этот Елен Кым начинается Понимаете Ты кто вообще Ты зачем То есть там взрослые дядьки И вот Или ты или они То есть ты никого Там конечно не это да Но они пьют То есть двое суток Вот понимаете Потом ты выходишь С одной такой бригады И попадаешь в другую Только еще с пометкой ВИП То есть челы которые Ну реально там Те могут ударить человека Ты можешь без вести Пропасть там В караване Видишь колонн там Ушел с дома Не вернулся Чего вы думаете Там про бомжей Томада тоже часто там Попадаются Глупые тамады попадаются Да Ну вот вообще Как вот Поменять отношения Потому что у нас Я часто сталкиваюсь с такой К тамаде такое же отношение Как к официанту И ты иди сюда Я сталкивался с этим Я видел как Вот их затыкают Как говорят Ну то есть Никак Никак не поменяешь То есть Мне так никогда не говорили Слава Богу Да Но ты большой просто Не Не поэтому Просто Есть понятие Обслуживающий персонал А есть понятие Челядь Два разных понятия Или ты смерть Бля На службе Бля В бар Разные вещи Либо ты пришел Красиво Сделать людям Работу Подарить им Эмоции Совершенно разные вещи Ну то есть Сосущая какая-то там Творешка Бля За очень недорого Сосу за копейки Бля Да что это такое Понимаете Многие поставили это на конвейер Очень плохо Они бегут Они не смотрят Они не читают сценарий Они вообще не понимают В какую они контору приходят Мы так вообще не работаем То есть Вот ко мне очень часто приходят И слова Проведи мероприятие Я говорю Покажите мне заказчик Они говорят Что дурак что ли Зачем он тебе нужен Я говорю не дурак бля Я хочу понимать Для кого я работаю То есть Для меня вот этот ваш Виртуальный бля Название вашей фирмы Со штаб-квартира В Лазанье Мне непонятно Покажите кого бояться Да то есть Что за человек Очень часто Я писал об этом Говорил об этом Там садят Клеточную девочку В чар отдел Это вообще кошмар Понимаете То есть Оно там сидит Оно понимаете Все время говорит Шеф против Ну почему шеф против Шеф вообще нахрен об этом Не знает Ему зачем вот это говно Грузиться всем Шеф хочет получить Классный результат Все Они боятся на себя Брать поступки Ну и так далее и так далее Это даже не вот Не ошибка Но ивенты Мы будем этим заниматься И мы этим занимаемся Уже Двенадцатый год Просто мало кто об этом знает Мало кто знает Что я делал четыре десяти тысячника То есть Первые Ну такое серьезное Нашествия Да Тридцать тысяч человек Первая Ибица Понятно что Первая Ибица Делала Event Discovery Как Концепт Но я был тогда Генеральным директором Фридема Я запускал Фридем Как проект И все административные Как бы вот эти вот Вопросы Я на первой Ибице Продавал По сто долларов Дальше Следующие Десяти тысячники Да Еще десяти тысячник был Мой собственный Я делал три семерки На Копчегае 07 07 07 07 Да То есть это я полностью Уже сам подтягивал деньги Да Там бла 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 Ну и Я считаю Еще за один десяти тысячник Три пятитысячника Ну вот так То есть Ну образно А вообще топ 5 Корпоративных ведущих От Славы Неруша В Казахстане Кто самый лучший на рынке Кто хорошо ведет Кто хорошо ведет Да Реально Кто тебе реально нравится Само Алишер Неправильный вопрос Объясню почему Потому что У ведущих У них есть тоже Своя спецификация Кто-то хорошо ведет На официозы Вот я например Не умею на официозы Я не могу То есть у меня Дорогие друзья Вот Не могу Окей Кто хорошо ведет официозы Давай Наиль Ахмеджанов Хорошо ведет То кстати все программы Ведет На самом деле Чувак в космосе Он уже очень хорошо Зарабатывает У него свой бизнес Но это делает Он тоже вот Заради творчества Вы понимаете Наиль Ахмеджанов Да С радио НС Да С радио НС Хорошо работает Сашка Тайматов Вот Вы не знаете Ничего страшного Альманский С Муриком А они официоз ведут Нормально? Надо их проведут То есть Ну они больше конечно Стебу Но в смысле Надо проведут То есть вот Если вот так Хорошо А если не формальное Нормальное мероприятие Да много там Свадьбы не берем Вот берем корпоративы Да Вот тех Кого я перечислил Однозначно Тот же Акишев Там Я не знаю Вы понимаете Мне тяжело Оценивать своих коллег То же самое То есть Вы нас блогеров Просите оценить А я не могу У вас корпоративных ведущих Попросить оценить Ну Ничего Ну Немножко Давайте Говна на вентилятор Немного бросим Да А кто Бездарность Среди ведущих Кого бы вы не пускали Никуда А Бездарность Среди ведущих Я могу его описать Этот образ Без названия Без названия Да Мне кажется Что все таки Ведущий Должен Рваться На мероприятии Это Очень Важный момент Он должен взять И порваться То есть Да Вроде мне говорят Это не признак Профессионализма Потому что настоящий профессионал Он уже не рвется Бля Ну типа да Но Людям нужна краска Людям нужна эмоция Вот этот драйв И не просто Добрый вечер Дамы и господа Ну блин Людям нужна вот эта харизма Да Им нужен Ну Не знаю Вот это все нужно Так вот те кто Этого не дает Причем Они ж сутка знают Что они не дают Они приходят Вот они просто Вот Любят бабло Да Нельзя быть недалеким То есть Недалекий ведущий Да Ты только что вычеркнул Ну 90% наших ведущих А против Окей Пускай нахрен вычеркиваются Вот Как бы не жалко То есть А почему они Суки не читают Почему они Не владеют Да Ноу-хау Вот я сделал чеснок Да Вот недавно На круглом столе Мне говорят А блин ну Нужно же делать Контент Я говорю Да пацаны Я делаю контент Я вот сделал блин сайт С которого жрет Не знаю Тысяча артистов Я с этого Вложил туда 80 тысяч долларов Своих денег Ну на протяжении там Полутора там Какого-то времени В смысле Я с них за это Не беру ни копеечки Я его монетизирую потихонечку Потому что у меня есть там Ивент агентство Почему В связи с чесноком Допустим Что изменилось в моей жизни Мы начали Еще больше Выбирать клиентов То есть Мы говорим Многим клиентам Ноу Они говорят Почему Вот же бабло Мы говорим Ноу Потому что Я вижу уже Что это не мое Что Знаете Там вот всегда Меня девочки На этих встречах Под столом пинают Слава Как ты с шефом разговариваешь Я говорю Слушай Это для тебя он шеф Я завтра его буду из кустов Пьяного в жопу вытаскивать Не бойся Они пьяные в кустах Они в принципе все одинаковые Но Вот тут тоже тонкий момент Потому что Все таки люди Многие пьют интеллигентно Многие буровят Да Да вот вы видите там Бурло жвов Да вы видать не видели Ни бурло Ни жвобов Понимаете Судя по всему Да Горее всего Вот Понимаете Ну хорошо давайте скажем так Из российских ведущих Которых экспортируют Саша цикала Мне еще уговаривали ее купить Что вы мне принесли А билеты Ну там не знаю Очень там серьезную сумму Вот Тихом-тихом Что-то начал поговорить Выпил зеленого чайку Рассказал анекдотик Мать моя Пожил человек Через час выходит Там что Будто Вот это вот Талант Никто никак и не понял Что он был в жопу пьян Вот в жопу в полную Как он ожил Я не понимаю То есть У них же очень сложно Алишер Это же все таки Вы понимаете Ты из себя Вот это отдаешь А где брать А если у тебя корпоративы эти Да По три раза в сутки Порваться С ума можно сойти Почему все на наркоту Потому что На бухло Потому что нужны допинги Вот я почему выпивал Очень просто Я целый день Работал По рекламным делам Таким бизнес Там ля-ля-ля Я встаю очень рано В 6.00 А в 9 утра Я уже работал К 8 вечера У меня там уже получалось Одиннадцать часов Рабочий день Но в этот момент У меня начинался Ночной блок Движений моих Тупо Откуда брать силы У меня была четкая доза Водочки На два пальчика Вот И кружечка пива У тебя бум И ты пошел на второй Рэдбул отдыхает Не Не надо пить От него сердце здесь Вот И ты пошел дальше То есть до 5 утра Ты доработал Утром Ты снова подрываешься Снова пошел И так бесконечно Года два Года три То есть Конечно Потом у тебя крышу В один момент И сносит Так же как у тех артистов Понимаете То есть Ты потом Много Много Ты можешь Просто от этого Сумасшествия Потому что нормальный Человек Он по идее Так не должен работать Но с другой стороны Если тебя поет Он все время поет Что я могу сделать Я поет Мы обсудили ваше юридическое прошлое Да Ваше ювент прошлое И давайте Вернемся теперь Непосредственно В сеть Ну давайте Слава Неруш Появился в сети Относительно недавно Год назад Получается Рекламное прошлое Забыли обсудить Ну рекламное прошлое Наверное сейчас Временно не будем обсуждать Давайте Давайте Вырулить Давайте все таки На сеть Идем Слава Неруш Появился в сети На хрен ему это надо было Почему он почувствовал эту потребность Бухать бросил Наверное Это вот Один из этих То есть Как бы В сети На сегодняшний день Сосредоточено Очень много Интересных И глубоких людей Я не знаю Каких Каким хреном Их туда выносит Вот так же Как и меня Дефакто Сейчас В сети Существует Аккумуляция Такой вот Генерация Таких интересных Челов И мне с ними интересно Потом Если взять Сам интернет Я уж не буду там Капитаном очевидностью Это штука Архиинтересная Архи Вот И вообще я начал Как бы делать Просто свой сайт На коленочках Я начал Ну попытался понять Что это такое И тихом Тихом Ну а вот Мне интересно То есть Мне интересно И дальше Я буду этим заниматься Я понимаю Что я там Затрахал уже Своими этими программами Да Там Добрую половину народа Но Народ Вы уж извиняйте Просто Опять же Вот сейчас Я хотел бы Обратиться Вот тем Пиздобовым Которые сидят Сука Гавкают из-за углов И ничего не делают В своей жизни Понимаете Вы сидите И ликварю Вы въебываете Как осёл Вот тот Который был на авторе Вы тащите Мегу Вы её пиарите Вы ещё кучу Сопутствующих Проектов Вы ведёте блоги Вы въебываете И ты Я въебываю Они все это гавкают Да бога ради На самом деле Я не получаю Ни денег Я не получаю Дивидендов Я сказал Я буду делать программу Ну я то получаю Ну вы получаете Вы круче Вы же не обсуждаете Ты я лох Не к этому Я верю Что вы тоже зарабатываете Я зарабатываю В интернете Или через интернет По всякому То есть Вы не понимаете Для меня Заработок денег Это всего лишь Инструменты какие-то То есть У меня было время Когда я хотел много денег Я через это прошёл Я там заработал Все это джентльменский Набор Блин Особняк за городом Машину за сто тысяч долларов Я всё пережил Я пережил три года игры В казино Блин Ну Сейчас это всё не интересно Вот в один момент Стало всё не интересно То есть Ну вот я сейчас езжу Там на машинке Маленькие За десять тысяч долларов Не нас ради Понимаете То есть В целом Я сейчас хочу Позаиматься творчеством Я не знаю почему я это хочу Ну наступило такое время Я хочу позаиматься творчеством Для меня Эти программы по чесноку Я учусь Лично я учусь Я учусь Я учусь у вас Я учусь у каждого Мальчика Из моего Вот этого С кем я делаю интервью Я учусь От каждого мальчика В комментах Потому что я эти комменты Читаю Вы же знаете я редко Я плохо комментирую Я не люблю комментировать Но я их читаю Я обращаю на них внимание То есть И как бы вот ни говорили Да Мнение Ювижена для меня Очень важно На днях Я запущу новый проект На Ювижене Я книгу начну писать В прямом эфире Вот Эта книга Будет такая Почему вот именно на Юви Хочу начать ее писать Потому что Ну чтобы меня там пиздили То есть мне это прям нужно Да Чтобы в финале Потому что иначе Это какая-то степень мазохизма Что тебе нужно это Нет Это бодрит Лично меня это бодрит Кто там в обморок падает В депрессию Меня нормально Пизданули Пизданули Дальше пошел Понимаете? Не Меня это демотивирует сразу же Я Ничего бывает А для меня это наоборот хорошо Понимаете То есть Мне Ну какая-нибудь там угроза Да там Или еще что-нибудь Для меня бодрит То есть Разведка боем Это очень хорошая штука То есть Я буду выкидывать главу Да Ее буду там комментировать Ее буду кончать Книга кстати очень интересная Уже давно Ну пятый год я о ней и думаю Прям вот знаете Ну вам как родному Любаем скажу первому Почему что Эта книга называется Путь фрилансера Ну такое рабочее название То есть И ее идея Помочь людям Вот как я в свое время Вот я вешался Ходил по вот таким улицам Понимаете? Сейчас блин мне вообще Ну там мало чего страшного Да? Я не пропаду Вот мне выкинь в любой город Через полгода будет то же самое Вот Я научился Как бы стать вот этим Смертельным оружием Да? То есть мне пофигу чем заниматься То есть Как бы Ну Понимаете? Другой вопрос сейчас уже выбираю Чем заниматься Ну вы научитесь И как это Как Как бороться С этим вот Ужасом Как интегрироваться Вот сейчас молодые люди Вот они выходят На улицу В институт Вот закончили институт Вообще давай следующий вопрос Надо в институт идти Вот мы с Тургановым сидим Я говорю Турганов А у тебя носит кто-нибудь Ну давайте у вас спрошу Любая Вам кто-нибудь носит кофе Вот бегает за вами Носит портфель Вот Молодые ребята Кофе носит Портфель нет Ну кофе Ногашка Нет Я это в каком контексте говорю Что очень много пиарщиков Рекламщиков Вот они учатся Почему они не идут Еликбаеву там Я не знаю блин За хлеб и воду Не служат Идите служите Еликбаеву Два года блин Идите служите Еликбаеву Да Через два года Этот человек станет пиарщиком Очень допустим такого Мидл уровня Ну Ваш мидл уровень Для вот этих выходцев Из этих дурацких Наших институтиков Это совершеннейшая бомба Вот То есть Я хочу говорить О новой системе образования Так Мы сейчас обсуждаем Выводы Которые вы сделали За год пребывания в сети Да Нам прикольно То есть Что вы поняли Вот Какие есть рекомендации Славы Неруша Да То есть Путь Славы Неруша За этот год Мне кажется Что вы уже десять лет В казахстанском интернете Хотя Действительно всего лишь год прошел Смотрите Очень простые рекомендации Хватит пиздить Первая рекомендация Идите сука Въебывайте Идите сука Въебывайте Вот А почему Потому что Все говорят Я пришел на Ювижен Да А Я не пришел туда Просто так Что то там Ха 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 Понимаете я так не умею Я пришел начал работать Как начал работать А Я начал Самое простое Надо начинать носить туда деньги Очень много денег Я туда принес на Ювижен Вот Но Деньги это не важно Просто там куча есть ребят Вот Самсонов Бакунь Блин они жрать хотят У меня с деньгами все хорошо Но Все Вот Вы Очень хорошо это знаете Все хотели пиздеть на авторе Все хотели писать на авторе Все хотели авторами быть Ни одна сука не думала О чем в этот момент жарит велик байон Вот Я как раз таки та сука Которая думает об этом в первую очередь Подожди я еще до локспопеля доберусь Я скоро доберусь Вот То есть Понимаете Нужно людям начинать помогать Нужно начинать работать на сайт На любую организацию Вот на какую хочешь организацию Нужно брать и начинать ее пахать Не надо договариваться за условиям Надо думать Сколько тебе будут платить денег Иди и въебывай начинать Все будет хорошо А потом Следующее творчество Да Я начал потихонечку писать на Uvision Да То есть у меня авторский Как бы стиль писать Но он чуть-чуть не оттуда Понимаете То есть я Все равно я придумал Я начал делать мультиблог Что такое Программа по чесноку Это Мультиблог Слава Невуша на Uvision Я блогер Понимаете Ко всему прочему То есть Пишу блог Не надо ее Там сильно драматизировать Там Программа По чесноку Ну что Поздравляю Это Мультиблог Слава Невуша Не надо Херней заниматься Не надо Многие там Глазки закатывают Программа по чесноку Ну что программа по чесноку Ну блог да и блог Что блогов не читали что Блогеры Хорош смеяться Хорошо Следующий совет Следующий совет Идите въебывать Часть вторая Вот Не это важно Вот Нужно много писать За прошлый год Я написал лично Блэть 120 постов Могу показать На авторе написал 62 поста Из них Хороших Вот так же как из этих интервью Вот вы правильно все это сказали Слава мне из твоих там 26 интервью по чесноку Меня возбуждают 6 О Классные Классные процентные соотношения 5-10 Я их напишу до конца года 100 Понимаете Вот Это для тех кто Просит убрать нервы что из эфира Готовки сбить Вот 100 и будет Понимаете Я найду этих людей Не переживайте Вот Сейчас с рекламщиками пообщаемся Рекламщиков Пацанов у нас много интересных Человек 20-30 Прямо таких серьезных Сильных Таких ребят Почему нет Вот То есть Найдем с кем поговорить Это не страшно Другой вопрос Зачем я их сделаю 100 Без всякой задней мысли Их нужно сделать Потому что все пиздят Давайте делать наш казахстанский контент Я бля за полгода Невышу Слав Сергеевич Сделал 26 программ А вы Беребаные Пиздоболы Что сделали вы У меня вопрос Что вы сделали Какие вы сайты сделали Покажите Вот Еликбайм Он сделал сайты Он сделал охуенный сайт Автор Кизнет Потом Сволочь его закрыл Вот Ладно Он сделал охуенный сайт Вокспопли Прямо национальный Хороший проект Его продвигать надо чуть-чуть по другому Но это потом Вот А что там И вот такой десяточек Остальные Мы делаем Какой контент Копипастим На ювижене И в жопу с таким контентом Пишите Японо Мать Перешите Что мыслей Все таки тролли его Достают Нет Достают Подождите Легбаев Вот Скажи идеи Сегодня интервью со Славой Нерушин Поэтому идеи Легбаева Он соскочит Ладно 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 Люблю профессионалов У меня есть идея Вот Я хочу Максимально Постараться Реализоваться Я хочу найти свой путь Легбаев Его никто не знает Где он Никто не знает Там сверху Ребята знают Тысяча дорог Тысяча путей Найти Нащупать Туда Куда Где нужно Сердце Оно там Начинает Кричать Не Просто Каждый день Ходить на работу Это хорошо Ходить на работу Каждый день Но Превращаться там Понимаете Когда ты не понимаешь Чего туда ходишь Ужасно Но Стали ли вы За этот год Терпимей В отношениях Своими читателями Стали ли вы Воспринимать Чему вы еще Научились сами Да я много Я очень многому Научился Допустим На авторе Я много для себя узнал Как правильно писать Потому что там писали Очень сильные авторы Перед которыми я готов до сих пор Шляпу снимать Вот И я не могу писать Как многие люди писали на авторе И я могу сказать Что я там говно Блин По сравнению со многими ребятами Кто по-настоящему писал там на авторе Да Вот в данной ситуации мы говорим о молодой аудитории Которая есть на Ювижине Да То есть Эти молодые ребята Которые там Беспочтение относятся к возрасту неруша Да Да Заслугам неруша Вы нервничаете по этому поводу? В жопу заслуги неруша То есть Алишер Есть фаерплей Фаерплей Эти ребята У них еще На сегодняшний день Не стернулось Понятие вот этой правды И справедливости Оно еще не стало эластичным Понятие какое-то там Нехорошее сравнение Понимаете То есть Они верят То что они Они видят правду Они будут верить, что это правда Есть там, блин, козлята Которые даже Ну, видя правду Что-то там подкозлят Ну, блин, их награда Там Пускай они сами Их жизнь там Растает на свои места, да Не надо за них думать Вот Большая часть Ювижн на сегодняшний день Это ребята, которые Чувствуют правду И молодежь, она знает правду Понимаете А что я делаю такого, блин Неправдивого, блин Я тупо взял камеру И пошел пиздить, блин, с народом, блин Абсолютно бескорыстно Да, там в чесноках Было пару джинсы, да Ну Это было Юрий Дорохов И Павел Бротин Не они Не они, кстати Вот не угадали Вот Это джинса неизбежно И вы это прекрасно понимаете Потому что еще раз Ювижн должен что-то жрать Абсолютно точно Понимаете И чем быстрее люди это поймут Тем Конечно Они все приходят И хотят, блин Между капель, понимаете Все хотят, блин Пост на главную Ты Там прайс есть Двадцать тысяч Факинг тенге Господи, прости Ну что ты кружевишь За эти двадцать тысяч тенге Особенно, когда я вижу Что это взрослые дядьки, блин Которые зарабатывают Зарабатывают Модные, нарядные Они приходят Компания зарабатывает Беда вот этого Игнатова, блин Понимаете Разводят, блин Который в майке в одной, блин Поехал в Алмату И так и не купил другую, блин У него бомбер за четырнадцать тысяч тенге, по-моему Или за двадцать тысяч тенге Что такое бомбер? Ветровка В которой его не пустили в Куинспаб Ну вот это была Была его такая Фатальная трата, блин Понимаете Не надо, это грех, блин Понимаете И Знаете, Алишер Вот завтра, да Можно сделать голосовалку Вот По Попросим там Самсона Вы сделайте Как бы Закрыть программу по тесноку И Вижен проголосует Я ее закрою Я уважаю этих людей Этих ребят Смотрят, что многие из них еще, блин Сопливые пацаны Да и горя не видели Но тем не менее Они на сегодняшний день Я считаю, что они где-то Соль вот этой земли, блин Понимаете Они где-то там Сердце наций Какая-то грубая, блин Там пафосно не звучит Потому что эти ребята Они вот с этими мозгами Которые у них будут формированы Они пойду завтра рулить страной Или хотя бы подруливать Надеюсь, Орланд Гор с Картманом Вовремя выйдут из этого сердца Ну дай бог Через толстый кишечник Ну не знаю Пускай они там сами живут Решер, нам что-то переживать Нет, я не переживаю Другой вопрос Они же, понимаете Отличительная Как бы особенность Всех ювиженсов Многих 80% Там есть очень много Пустых людей Вот у меня по интервью, да Вот видите, эмоции Вы знаете, приходит человек На интервью Через 15 минут Он кончился Это Еликбаева Мы тут ловили, блин Всей этой съемочной группой Когда он тут В туризме своей Разносил мегацентр, блин На своих интервью Опять обо мне Давайте Ничего А второй Он силует 15 минут И он кончился Для финита, блин Нету Человека Больше 15 минут Плохо Вот Вот такими Я не хочу Чтобы были ювиженсы Просто пустыми Такими Говнотерками, блин Не надо этого Вот Восемь процентов Они глубокие ребята Они же образованные Заразы Они же знанием языков, блин Они же вон в этом интернете шарят Как родные, блин Видите? Отлично Отлично Моя задача была Показать Что Так как Слава читает людей Мало кто читает В этой стране То есть, несмотря на внешность Несмотря на то Он говорит о людях Когда смотришь его программы Очень интересные вещи Те, которые незаметны То есть Так как Слава читает Психологически этих людей Очень важно Да То есть, я хочу рассказать людям Что Слава гораздо глубже Чем может показаться на первый взгляд То есть И поэтому меня всегда умиляют эти комментарии Да По поводу картавости По поводу там Бурложлобства Либо там Перебивания Смеседника И всего Вы знаете, я решаю А Есть же офигенная штуковина Вот История Нас С вами С ними Она всех рассудит Дело в том, что Вдруг они не знают Но Аннушка уже Разлила свое масло Понимаете? И Картавить там Не картавить А Видите Вот настолько вот такая Блин, глубокая штука Да, то есть Вот Зачем ты приходишь Вот вообще В этот мир Да Мне понравилось Вот я люблю цитировать Аллу Борисовну Пугачеву Она сказала Ребята Если вам нехуй Сказать Людям Со сцены Не надо туда выходить Ну Не надо туда выходить Сидите Я не знаю там Ну что вы там делаете В банк идите Пойдите поработать Нормально там Выпил, украл в тюрьму Довольно Загрузили всех Ипотекой Все грузятся Все нормально Проценты капают Замечательно Ну не надо Понимаете Вот Вы говорили Касательно Репара жизни Прям Бил людей По идейным соображениям Вы понимаете То есть Человек когда мне приходит Говорит Я креатор Ну я же вижу Что он не креатор Вижу это чудо С дофрика С куком Флайл Знаете Колечко в кубке Хороший клуб Хорошие ребята Что заходит Ни разу не было Он отрастил вот эти пейсы Ну там Он вот такой вот пейс Блин Косяка с генджубасом Только не хватает за ухом Говорит Я креаатор Говорит Афииии Наверно бурло жлоб Я говорю Наверно сука Иди сюда Понимаете Наверно Я буду лучше Бурло жлобом Чем вот этой вот Пластмассовой Прокладкой Которой непонятно Зачем родилась Непонятно зачем существует И это трагедия Понимаете Что вот Это чудо живет А плакал ты когда Последний раз Вчера У меня есть книга Любимая Называется Белый шиповник И там Советская книга И там как мальчик Пошел Он был такой вот Немножко Как Рохля Да И как Выбирали Кому его отдать Они ночью Они ночью звонили В два часа ночи Вот вам звонят Говорят Альша С этим конем Проблема Можете что-то помочь Альша 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 Это бить другое Моя крыша Ну пожалуйста То есть Еще очень многое Вот у меня Если Очень большая Часть Это Мое Религиозное отношение Вот Это прям Очень большой кусок Альша И Кстати Вот С алкоголем Во многом Это вот Оттуда То есть У меня вот В один момент Я понимаю Мне нельзя этим заниматься Вы понимаете Вот сейчас уже Вот кучу Я захожу В клуб ночной А мне плохо там Вы понимаете Мне плохо Я прям чувствую Бесовщина Да А у меня раньше Самого подвеса на плече Понимаете Хорошо С религией Закончили Вопрос такой Вот Недавние события В Актюбинске Потом Как бы Говорят О возрождении Там Не возрождении Там О возбуждении Религиозного Экстремизма В Казахстане Да Вот Вы как человек Некоренной Национальности В Казахстане Чувствуете ли какой-то Дискомфорт сейчас Нахождение В Казахстане Я больше скажу Я в исламских странах Чувствую себя абсолютно кайфо И комфортно То есть вот В ортодоксальных Махровых таких Исламских странах Чувствую себя хорошо Я слышу звук Нуудзина Я слышу Инханда лилля У меня аж Блицо вот так вот Шевелится И поднимается Я по этой причине Очень люблю Ездить в Египет Я там 15 раз был То есть это не зажированные Эмираты А вот Там-то Бог точно есть Понимаете Потому что Ну Он же там Где денег немного Ну то есть с произвлением национализма В Казахстане Вы не сталкивались В Алма-Ате Допустим Ну Или это бытовой какой-то Ну нет Что с ним сталкиваться Понимаете Я всю жизнь вырос здесь Понимаете Я не понимаю Вот это национализм Я не понимаю Я не вижу Не понимаю Не сталкивался Это разные вещи Сталкивались Нет Ну то есть было ли такое Что вас там предпочитали кому-то Или наоборот Кого-то предпочитали вам Из-за внешности Такой арийской Чуждо Чуждо Ну мне кажется это чуждо На улице там Это не твоя земля Уйди отсюда Нафиг Такого тоже не было Ну А лишай Меня это волнует Потому что двое моих друзей Эмигрирует в ближайшее время Да Из Казахстана Один из них уже уехал Да В Россию жить Ну то есть И я об этом спрашиваю Это у человека Ну вы понимаете Он в Россию уехал Да Тут важный момент Блядь А его кто там ждет Вообще Он не понимает Что он другой русский Другой украинец У меня вообще по национальности Не русский А украинец Понимаете Но Я был там В Киеве долго жил В России жил Понимаете Там другие русские Гоголя с Гегелем не путают Там другие понятия Понимаете Это вот мы здесь живем Мы другие А там другие Не пофигу что у тебя там рожа одинаковая Важно же что у тебя в голове Если ты вырос Вот в Алма-Ате Там среди народа Да Если ты там хлебосольный Если ты можешь там Ну понимаете там другая А там Россия Это очень другой феномен То есть надо 522 раза подумать С другой стороны Если ты тут не умеешь жить А что тебя там ждет Понимаете Ничего хорошего не будет Нельзя С родины уезжать Я считаю неправильно Потому что это Вот я в Алма-Ату Я много где Я допустим в Киеве Я 4 года жил Блин я поехал Я вот ее На этот вот Асфальт вот этот Плавящийся аэропорт Летом было Понимаете Я ее поцеловать хотел Эти горы Это родина Еди в жоп Пиздуйте в Россию свою Давайте Удачи вам Казахи Жить мешают Чушь Понимаете То есть Это неправда Ну для меня это неправда Понимаете что Для них это правда Он посмотрел О господи там Слышь там Два чела там Постреляли еще трех челов На помощь У него зайчат Собираем чемоданы Что за чушь Что за чушь Это нормально Ну что там в колхозе Порубились там челы Ну порубились Они всю жизнь там рубятся Просто Не до такой степени Ну согласен Там где смерть Там где кровь Это еще плохо Конечно если У нас не дай бог Не дай аллах там Как правильно да То есть А начнутся вот это вот Кровь по улицам будет Река мететь Не дай бог Я не знаю Я тоже соскочу Блин у меня дети Они кошки То есть Ну понимаете Ну я думаю Что этого ничего не будет Потому что это никому Ничего не надо Понимаете А то что Будут раскачивать Рано или поздно Да Ну будут раскачивать Ну что Ну это не наше Ликбаев мы блогеры Там целая толпа народа Специально обученных парней Блин Ну хай они вот этой херней Друзятся Слышь мы будем вон Новостные ленты читать Что нам надо сделать Ну Мы можем об этом говорить Я просто проблема в чем В том что У нас очень многое времени Праздниками подменяется Да То есть вот эта вот работа Достаточно жесткая То есть там что-то происходит На западе Да На западе республики Мы имеем в виду Да А мы тут ивенты проводим Да К нам стинг не приехал Ну это событие Вызвало гораздо больше эмоций Чем постреленные Полицейские Да В Ксюбинской области Согласен Я говорю об этом Кого недавно спецназ Блин завалили Целый взвод Я понимаю о чем вы говорите Но вот Проблема И вы как бы Алишер Абсолютно молодец Да Что поднимаете этот вопрос И в общем то и я готов об этом говорить Я не говорю о политике никогда По чесноку Почему? Потому что оно Я вот Туриханову сказал Ну ладно А когда Я такой человек То есть если я начну говорить Вот это мяу О судьбе Нашей страны Следующий шаг Нужно пойти Начинать что-то с ней делать Блин я на сегодняшний день не готов чуть-чуть Просто ну вот Пока Я готов В смысле надо Я пойду и буду что-то делать для страны Вообще вот Блин я Факинг патриот Если хорошо разобраться Слушай Это большая идея Вот Я сегодня в преддверии этого интервью сидел и думал Нас мало 16 миллионов человек Мы должны быть архиумные Мы должны быть архи образованные И архидружные главное Архидружные Понимаете Должен быть сбитый такой Интеллигентный Образованный Массированный Кулак Понимаете Вот это Казахстан Вот это Кайф Это идея Заради которой Можно пойти нахрен и умереть Где-нибудь Потому что Это красиво Понимаете Когда мы будем доставать этот паспорт И они сука на таможне будут строиться Но кажется Что сильный Казахстан не нужен никому И в первую очередь Нашим руководителям Чужие то все Нужно им А наши руководители Это неправда Понимаете Они Создали Вот это Причем мы сейчас с вами сидим В Фингиперсовом Вот таком вот центре Понимаете Вот Сидим тут Сука умничаем Это создали наши руководители Они Они где-нибудь Понимаете В окопе Патроны Друг другу носим Понимаете Нормально Просто нужно понимать Исторические процессы Они большие То есть Сейчас нам сделали То Вот Вот этот шаг Вы посмотрите как мы хорошо вышли Из Советского времени Да кайф на Алмата На Каенах ездит Пол Казахстана Я хочу смеяться Пол Казахстана на Каенах? Ну Поменьше Хорошо поменьше Ну хорошо поменьше Подождите Но Ну нормально люди живут Подождите Я недавно ездил в западную Украину Мы ее объездили Не просто да там Полубочные вот эти места Мы ее объездили Да хохлы в жопе В полной По сравнению с нами Они очень плохо живут Там 500 долларов Там Ими можно кого-то напугать Ну я иду за Киев А вот Отъедь вот Совсем Там очень много денег Я просто видел Я сравнивал Реакции Людей Да вот Они тоже шустрые Такие Они тоже там Быстрые И к Европе ближе И к Европе ближе В разы хуже живут Вот вы видите И вы говорите Да там наш У кого-то случай Не правда Оно делает все ровно Все стабильно Другой вопрос Да что Хотелось бы лучше Ну да Но Вот понимаете Нация должна это Прежде всего Осознать мне кажется Вот понимаете Таких Еликбаевых И должно много Потому что Еликбаева тоже Нет-нет Торкнет Нет-нет Не торкнет Перманентно торкнет Зачем мы опять Обомнили Ну подождите Подождите Это вот Собирательный образ Понимаете Тем более вы еще не бзливый журналист В отличие от наших многих Понимаете Ихняя непонятная Самоцензура Что им не дает говорить Что каналы Вы видели наш телеканал Что они разговаривают Либо бедного какого-то чиновника поймают Да блин С тысячей тенге этой Господи Прессует его там Мама кричит Жалко действительно Видите Всей толпой Ооо на помощь поймали Перимпансионеров Знаете Мне кажется Что нужно Такие люди Как публичные Словы которых прислушиваются Они должны доносить до людей Вот эти основные Большие Серьезные постулаты Чтобы люди верили Понимаете Какие-то вот Дико это вроде как все звучит А с грустью Правда Окей На самом деле У меня сегодня стояло две задачи То есть одна из них Это Раскрутить Славу Неруша На Достаточно откровенный разговор Судя по мокрой рубашке Славы У нас это Получилось Безмокре Да Вот А второе Это показать аудитории Ювижена Что Слава на самом деле Охрененный чувак И у него есть яйца Стальные И он Действительно умеет Говорить Умеет болеть Умеет Он гораздо глубже Чем может показаться на первый взгляд И Вот этот образ Культивируемый им Золотой цепью И котлами Золотыми Он Обманчивый Золотой цепень Золотой цепень Золотой цепень Золотой цепень